Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о нескольких видах немецких минловушек, которые попортили жизни многим нашим солдатам. Данная тема, она остается актуальной и в нынешних конфликтах, поскольку в разных войнах встречаются те или иные сюрпризы, и даже за 70 лет их принцип не особо-то и поменялся. Кстати, обязательно посмотрите еще одно мое видео, посвященное немецкой ловушки-карандашу. Ссылку найдете в конце ролика. Стоит отметить, что данные ловушки представляли опасность не только для солдат, но и для мирного населения, особенно для любопытных детей. Немцы минировали практически все, что плохо или хорошо лежало. Неподготовленный солдат, которому не рассказали о опасностях оставленных вещей, имел огромные шансы в лучшем случае лишиться конечности, в худшем погибнуть. Поэтому в Красной армии регулярно доводили до личного состава сведения об опасностях оставленных вещей, но не всегда это помогало. У немцев были как довольно массовые и типичные ловушки, например, тот самый злосчастный карандаш или спички, сообщения о которых регулярно встречаются в документах, были также и единичные импровизации, если их можно так назвать. Например, деревянный ящик с 3 кг взрывчатки наполняли мелкими кусками металла. Сверху этот ящик маскировали разными шелковыми изделиями и тканью. В заряде имелось два взрывателя натяжного действия, проволока от которых шла тканям и к часам. При попытке взять часы или ткань происходил взрыв. Однажды на обочине лежал наполненный чем-то рюкзак и при осмотре сапёра обнаружили внутри мину со взрывателем. 14 апреля 1945 года в немецких окопах были обнаружены русские винтовочные патроны, заряженные не порохом, а взрывчатым веществом. Где только немцы не прятали взрывчатку – в дымовых трубах, под стопкой книг, под лестницами и полом. Даже кошку засунули в ящик. А когда солдаты вошли в дом и, услышав мяуканье, попытались поднять крышку ящика, произошел взрыв. Минировали стоги сена, велосипеды, машины, саперные лопатки, брошенное оружие и т.д. Минировали в том числе и продукты питания – разного рода консервы, буханки хлеба, даже мешок с картофелем мог быть заминирован. Было сообщение о глиняном горшке, заполненном семечками, а внутри горшка была заложена противотанковая мина. Шпагат взрывателя был привязан к столу. Довольно часто минировали колодцы – разными методами. Либо стояло якобы забытое ведро рядом с колодцем, либо при попытке поднятия ведра из колодца происходил подрыв. Минировались и предметы быта и роскоши, как, например, пианино, граммофоны, цветы, кастрюли, утюги и другая домашняя утварь. Практиковались ложные мины, а также двойное минирование. Не говоря уже о такой банальной вещи, как минирование павших солдат. Впрочем, пользовались не только взрывчаткой. На Ленинградском фронте захватили немецкую гаубицу, которая оказалась облита какой-то кислотой, в результате чего солдат получил ложок. Про немецкие спички я также рассказывал. В общем, можно найти довольно большое количество разного рода документов, в которых рассказывается о подобных минах-ловушках. Разумеется, матерого ветерана таким не возьмешь. Но все эти ловушки играли, что называется, на слабостях – неопытность, жажда наживы, излишнее любопытство. Поэтому на саперов возлагалась огромная ответственность – необходимо быть всегда на чеку. Игры разумов, что уж тут сказать.